Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Преа. Вот и настала среда, 10 августа. Первое открытие Великого Хранилища. Уверен, вы плутали оттуда что-то полезное, что-то реально классное и кайфовое для себя. Но тот, кто еще не взял оттуда Виклилут, досмотрите видео до конца и уверен, вы как-то пересмотрите свое отношение к Виклилуту вообще в принципе. Но, само собой, это будет полезно только тем людям, которые занимаются мификрейдами. Те, кто не занимается мификрейдами, для них, конечно, не особую полезность будет это видео иметь. Но все же, что у нас получается? Четвертый сезон принес массу механик касательно каких-либо вещей. Можно делать разные сетики, можно за динары покупать пушки и тринкеты, можно, убивая боссов в эпохальном режиме, получать древние шифры, объединять их 20 штук и получать искорку, которая апает нашу вещицу из судьбоносного рейда или купленную за динары в шмотку мифик айтем левела. Условно, 17 августа, 18 августа я доделаю квест на 30 убийств боссов, получу динар, пойду к брокеру, куплю пушку 285 и потом по ходу всего этого кд, там к числу 20-22 ближе, апну уже пушечку до 311. Почему? Потому что кроются мификрейды. И убивая босса в мифическом режиме, мы получаем ошеломляющий древний шифр. Объединяя их 20 штук, мы получаем священную искорку творения. И этой искрой мы можем бафнуть вещицу из судьбоносного рейда или купленную за динары. То есть я просто-напросто заимею 311 молот первого арбитра. Примерно в числах в 20-х, может быть чуть раньше. Как-то так это все получается. Именно поэтому 304 пушку из великого хранилища брать не нужно. Вот как-то так, такая интересная довольно-таки мысль. Само собой, эта мысль теряет свою актуальность, если вы играете на разных специализациях или если вы просто-напросто не рейдите в мифике. Думайте? Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok